Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Кравцев Сергей, и сегодня у нас очень необычная тема. Сегодня я кратенько хотел бы поговорить с вами о такой вещи, как феминизм и о психологических акцентуациях. Это могут быть как акцентуации психотипов, которые мы знаем, ну, допустим, там, шизоид и шизофрения, да, или там всякие другие акцентуации, например, там, истероид, истерия, да, ну, простые, которые выводятся от психотипа человека, который, в принципе, является нормой, да, до уже каких-то, может быть, соответственно, подразумевается акцентуация, может быть, какому-то расстройству, да, там, от ОКР, не знаю, до нарцистического расстройства личности. В общем, все вот это дело мы будем сейчас обсуждать, и вы узнаете, как это связано с феминизмом. Дорогие друзья, я не буду сейчас сдаваться в подробности, что такое феминизм. Для нас важно понимать, что это защита прав женщин и хорошее, замечательное движение в целом, да, которое имеет место быть, потому что действительно очень, да, женщины часто сталкиваются с преследованиями, с различными, с различным видом абьюза, с различными видами дискриминации, и что для нас самое главное, это различными видами сексуального насилия, как прямого, да, когда физически женщину пытаются взять против ее воли, так и, соответственно, сексуального насилия косвенного, ну, даже в том числе, я, опять же, простыми словами стараюсь выражаться, в том числе, когда, соответственно, как-то постоянно намекают, там, на секс в социальных сетях, на работе, среди друзей общей компании есть человек, который постоянно как-то, может быть, даже просто отпускает, ну, слишком много, да, таких шуточек, подтекстов каких-то и так далее, и я думаю, что капелька здравого такого феминизма, она не повредит, чтобы, соответственно, ну, как-то заблочить подобные попозновения скользких этих типов, которые так и норовят потрогать вас сосисечки, да, вот, в общем, и в чем суть? Суть в том, что я хотел бы поговорить о психологических акцентуациях, когда феминизм перешагивает, и почему он перешагивает? Из здоровой защиты себя, допустим, от какого-то сексуального агрессора, да, до, соответственно, ненависти к мужчинам. И вот эта вот стадия из нормы, да, из норматического отношения просто к, не просто к защите, да, вот конкретно от мужчин, а вообще защите женщин как таковых, их прав там и свобод и так далее, да, когда это вот все в норме, когда это не так привязано, так скажем, конкретно, что против мужчин, когда это движение скорее идет за женщин, вот тогда это, ну, мы говорим о том, что это норма, да, когда мы перешагиваем барьер вот этот вот, да, когда начинается вся вот эта вот история, что в априоре мужчина, соответственно, да, не должен иметь какие-то права наряду с женщинами, да, когда женщины хотят объединиться, как вот я недавно видел, оказывается, существуют лесбийские, да, этот, лесбиянки-сепаратистки, которые хотят отделиться вообще от, соответственно, мужчин, основать там какую-то свою цивилизацию лесбийскую и так далее, вот. То есть это уже не норма. В целом человек – это социальное существо, и нам для того, чтобы в нашей психике, ну, вообще сохранялось все-таки, ну, такое норматическое отношение к агрессивной окружающей среды, чтобы мы могли полноценно, да, воспринимать окружающий мир, мы его должны воспринимать и с наличием в этом мире женщин. И если ребенок растет, ну, пускай две лесбиянки там растят ребенка, да, они, опять же, этот ребенок, который у них растет, он должен видеть, что еще есть там эти мужчины, чтобы он не вырос только вот среди женщин, или даже девочка не выросла среди женщин, а потом как так, есть еще вот какие-то еще существа человека подобные, вот. Значит, человек, сами эти даже лесбиянки, они должны тоже по-хорошему получать этот опыт все равно общения с мужчинами, не в смысле сексуального характера, а в смысле, ну, просто общаться, видеть мужчин, потому что сознание наше, наша психика, она очень широко заточена эволюционными процессами на разные роды механизмы, да, срабатывают в ней, и защитные в том числе. И, соответственно, отсоединение от мужчин, это не значит то, что мы отсоединим какие-то социальные проблемы сейчас. И, опять же, нужно не забывать, что кто занимается, допустим, сексуальными домогательствами. Занимаются, как правило, социопаты. Ну, в некоторых случаях люди с психопатическими расстройствами могут на это пойти. В любом случае, это люди с акцентуациями и расстройствами личности. Здоровый человек никогда не будет заниматься такими вещами. Опыт, когда женщины находятся в замкнутой окружающей среде, только среди женщин, допустим, в женских колониях, нам показал, что это абсолютно не исключает существование таких людей, да. Другие там кучи немедленных исследований нам показывают, что женщины, в принципе, точно так же могут убивать, грабить, соответственно, насиловать, заниматься даже сексуальным насилием. И даже, ну, конечно, этих случаев было меньше, но все равно иногда и регистрировались случаи, когда именно женщина занималась именно сексуальным насилием по отношению к детям, да. Поэтому, соответственно, вот отделение женщин совсем от мужчин – это нездоровая тема. И кто хочет вот этого отделения, кто хочет как-то вывесить флаг, что, допустим, ведь очень часто не только так феминистки делают, есть и мужские какие-то движения. Кто хочет вывесить флаг и выбрать какой-то доминирующий гендер? Вот вся история про выборку доминирующего гендера – это однозначно шаг в пустоту просто. Это шаг к тому, что многомиллионное развитие человечества, да, снова пойдет, наступит на старые грабли. И не важно, кого мы поставим в руля – мужчин, женщин, да, если один пол будет притеснять другой, да, или будет, соответственно, как-то насаждаться слишком чрезмерная, да, ну, опять же, чрезмерная вот эта вот пропаганда феминизма, когда, допустим, там, что в каком-то фильме там обязательно должна быть женщина какая-то, она там должна быть, не знаю, лесбиянка, не лесбиянка, кто угодно, то есть история, феминизм же – это не обязательно история про лесбиянок, там, как на Западе происходит, или когда там еще, не знаю, чернокожих людей вот в это засовывали ведьмака. Кто слышал, напишите мне в комментариях, кто в курсе вот этой вот темы, да, когда там, ну, как бы не подразумевалось их наличие изначально автором. В чем суть? Суть в том, что если я хочу как-то чрезмерно уже не просто защитить себя каким-то движением, я присоединяюсь, допустим, к движению, неважно, феминизма, там, защиты прав розовых пони, кого угодно, и если я уже выбираю, допустим, вот только себя олицетворяю с этими розовыми пони, да, если я уже перешагиваю шаг и говорю, что теперь розовые пони рулят миром, только они, значит, только вот раз розовых пони способны на, не знаю, великие открытия, на они достойны большего там, да, они быстрее, сильнее, да, вспоминаете, помните, на что это похоже, да, то есть по сути это вся вот эта вот история там Германии, да, не важно, вы можете брать кого угодно, и мужчин, женщин, какие-то расы, если вы утверждаете, что Э в этом есть что-то особенное, там, в поле, в расе, да, и ставите ее выше над остальными людьми, то, соответственно, это уже идет притеснение, и притеснение, причем здесь психологически теперь нужно понять все эти акцентуации, да, то, о чем я начал говорить изначально, все вот эти вот притеснения, они идут в первую очередь из-за комплексов человека, да, когда я пострадал от мужчин или от женщин, я теперь хочу, чтобы моя мстя была самой жестокой и кровавой, теперь я буду защищать свое племя розовых пони и не давать, значит, на них нападать, да, вот, не важно, в общем, ситуация за движение, за какое-либо, да, сообщество, если я это сообщество ввожу в, так скажем, такой апогей, если я этим сообществом начинаю насаждать свои правила и притеснять других людей, то это уже сообщество не за борьбу каких-то прав розовых пони, а это сообщество уже превращается за, соответственно, борьбу не прав, а доминации розовых пони, допустим, на всем остальном, там, земном шаре, неважно, стране, где угодно. И, соответственно, здесь нужно пользоваться просто принципом здравой логики и задать вопрос. Если человек ежедневно просыпается с мыслью, что его вот притесняют, а мы можем увидеть, что большинство женщин, которые очень сильные, активные активистки, мы видим, что они выглядят достаточно своеобразно, то есть что уже наталкивает, что, возможно, у них определенная акцентуация, есть неспецифический склад мышления, вот, и они постоянно, вот я общался прямо с подобными активистками, имела общение, человек говорит, девочка говорила, что вот она заходит в магазин, она видит, что на нее как-то не так, ну, она была очень коротко стрижена под мальчика, вот, совсем фактически без волос на голове, и, соответственно, она вот говорила, что она видит притеснение со стороны мужчин, что как-то на нее не так смотрят, и продавщица в этом магазине не так смотрит, и хотела сделать что-то плохое, и в итоге она заработала себе, соответственно, такое расстройство, как криптомания, то есть это расстройство, когда человек патологически что-то хочет своровать, да, и она, у нее криптомания обострялась в момент, когда ей казалось, что окружающие люди, соответственно, агрессивны по отношению к ней, но если посмотреть на ситуацию объективной, это реальный клинический случай, и человек даже потом сам, приходя домой, анализировал, у нее были фазы, так скажем, ремиссии, она делилась ими, она рассказывает, она говорит, я понимаю потом, что я с этими людьми даже не общалась, и я уже не совсем уверена, на меня ли это так посмотрели, или не на меня, но в тот момент я испытывала желание даже не просто что-то своровать, да, а может быть поджечь этот магазин, то есть уже такой социопатический припадок, который она перебарвала, и как бы сублимировала тем, что она просто что-то крала из магазина, она выходила, выкидывала это, то есть ей совершенно не нужно было это делать для того, чтобы, соответственно, как-то себя обеспечить, да, это не та история, когда люди там из-за голода воруют по студенчеству, а это вот именно история про плитоманию. Очень интересный случай, вот, и у нее сформировалась такая вот параноидальная, можно сказать, идея, что все же ее вот все хотят притеснить из-за ее внешнего вида специфического, хотя с другой стороны, да, такая социопатическая нотка, она и этот внешний вид усугубляла, то есть она как бы вносила специально такую коррекцию, да, в свой внешний вид, чтобы люди как бы, или форма истерии, мне не удалось до конца дообщаться с человеком, все же случайно, так скажем, нас свела судьба, вот, и, соответственно, или истерические там были нотки, вот как по-вашему, напишите мне в комментариях про эту девушку, что вы думаете, это форма истерии или социопатии, я вот там вижу социопатии, потому что человек, с одной стороны, стремился привлечь к себе внимание, с другой стороны, у него была яркая агрессия на, соответственно, внимание к себе, и это как повод, соответственно, выплеснуть социопатическое проявление, давление желания, как человек рассказывал, сжечь, там, уничтожить этот магазин тем, что хотя бы он там что-то украдет. Ну, были там эпизодические случаи, когда она якобы случайно там что-то разбивала, роняла полки и вот так далее, подобное поведение. Так что, дорогие друзья, очень часто за какими-либо общественными движениями и субкультурами, тоже, что очень важно понимать, кроются сообщества людей, которые имеют у себя патологические какие-либо акцентуации. Опять же, очень часто это не значит, что все феминистки, внимательно сейчас, это не значит, что все феминистки имеют какие-либо психологические или психиатрические заболевания, акцентуации и так далее. Но среди них, на мой взгляд, процентное соотношение таких людей довольно высокое. Спасибо вам большое за внимание, дорогие друзья. Я вас всех жду в гостях у себя в Инстаграме и, конечно же, на своих онлайн-консультациях. Да пребудет с вами здоровье!